Центр Духовного Просвещения представляет программу «Открывая Библию» рубрику «Разумеешь ли, что читаешь?» На ваши вопросы по тексту Библии отвечает Виталий Алиник. «Разумеешь ли, что читаешь?» Бытие, 3 глава, 20 стих. Там написано следующее. Бытие, 3, 20. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Вопрос, который я получил, сформулирован следующим образом. «Как было имя Евы до грехопадения?» Вот до того момента, о котором мы прочитали сейчас в 20 стихе 3 главы. И параллельный вопрос, что в принципе означают имена Адама и Евы. Как люди назывались с самого начала, потом чуть позже в библейском повествовании, и затем вот в прочитанном отрывке 3 главе в 20 стихе. Сегодня мы сделаем краткий обзор терминов, использующихся для обозначения человеческих существ. И зададим вопрос о значении использующихся терминов. И для этого отправимся в самое начало истории появления человека. Это книга «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. «Бытие», первая глава, стихи 26 и 27. Я сейчас открою. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». У нас есть термин «человек». Сказал Бог, сотворим человека. Когда мы смотрим на оригинал, то слово «человек» оказывается, является переводом древнееврейского слова, которое вы видите сейчас, слева выделенным. И это не больше, не меньше, как «адам». Итак, «адам», сотворим человека. На «се» – «адам». Слово «человек» является переводом древнееврейского «адам». Что же оно обозначает? В этом же стихе написано, что, оказывается, Адам – это они. «Ибо сотворим человека», слово «адам» в единственном числе, но дальше «идовладычествуют они». Оказывается, Адам – это больше, чем один. И вот при чтении текста дальше, в 27 стихе написано «И сотворил Бог человека». По образу своему глянем слева, как это выглядит в подлиннике. «И сотворил Бог человека». Вот, «Га Адам». Как же это выглядело? «По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». То есть мы находим, что понятие «адама» описывало и мужчину, и женщину. Это имя и его, и ее. Это не имя собственное. В первый раз, когда этот термин встречается, слово «адам» обозначает вид созданных, создаваемых существ. И есть мужчина, и женщина. И тот, и другой – это Адам. Как непривычно это звучит для русского уха. Теперь, когда мы задаем вопрос о том, а в действительности ли это имена их, вот созданных мужчины и женщины, то на помощь нам приходит пятая глава книги «Бытие», стихи первой и второй. Прочитаем. «Бытие» пятая глава, стихи первой и второй. Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его». Как вы видите, в синодальном переводе два термина – «адам» и «человек». Давайте глянем, что у нас в подлиннике. Значит, вот у нас термин «сефер», «толдот», «адам», родословие Адама. Так это переведено. «Когда Бог сотворил» – «кого?» «Адама». Вот родословие Адама. «Когда Бог сотворил Адама, по подобию Божию создал его». Второй стих. «Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Но если вы посмотрите в подлинник, то вот написано «эт шема», «шемам», «эт шемам» – «адам», то есть «нарек им имя» – «адам». Это означает, что мы не ошиблись. И мужчина, и женщина носили имя Адама. Поэтому, когда мы читаем библейское повествование, очень важно вчитываться внимательно. Я получил, например, некоторые комментарии под видео, которое посвящено было статусу Адама и Евы. Видео называется «Созданы ли Адам и Ева, мужчина и женщина, неравными?» И при чтении синодального перевода как будто бы есть человек, вот по второй главе книги Бытия, и тут ему создается помощница. И вроде бы как и не человек, а, так сказать, просто помощница. Вот, на самом деле термин «адам» описывает и мужчину, и женщину, и это именно имя, шема, как мы увидели в подлиннике. Вот так вот мы находим название этого вида существ в самом начале. Теперь, когда мы движемся по тексту Священного Писания, то в книге Бытие, во второй главе, в седьмом стихе, мы находим ответ на вопрос, почему эти существа были названы словом Адам. Бытие, вторая глава, седьмой стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и выдумал в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Итак, читаем слева. «Ва ицер, ехва, в традиционном произношении Адонай, Элогим, эт га Адам, то есть вылепил Господь Бог Адама, и дальше написано «афар мин га Адама», то есть из праха земного, по синодальному переводу. Так вот, что нас интересует здесь, это термин «адама», это то же самое слово, в смысле тот же самый корень, что и Адам. Адам был назван именно так, потому что он был создан из Адамы, если русифицировать этот термин, он был создан из праха земного. Почва – это Адама, и материал, из которого был сделан человек и, соответственно, дал ему название. Вот что означает термин «адам». Это, если переводить буквально, это «землянина», сделанный из земли, сделанный из почвы. Мы также читали о том, что Бог сотворил мужчину и женщину. В подлиннике используется словосочетание «захар уныкова», «захар уныкова» – мужчина и женщина. Что это такое? Давайте посмотрим, как эти слова, это словосочетание, используется в книге «Бытие» в 6 главе, в 19 стихе. «Бытие» 6 глава, 19 стих. «Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобой в живых мужеского пола и женского, пусть они будут». Вот здесь те же самые слова «захар уныква», то есть переведено «мужеского и женского пола». Не написано «мужчина и женщина», потому что речь идет о животных. Потому странно было бы написать «возьми животных по паре, мужчину и женщину». Отсюда мы узнаем, что вот эти два термина, они на самом деле обозначают половую принадлежность. То есть, когда Бог создал землянина, создал Адама из Адамы, то Он создал его в формате женского пола и мужского пола. Мужского и женского. Но дальше в библейском повествовании появляется еще один термин. Книга «Бытие» 2 глава, 22 стих. «Бытие» 2, 22 «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку». И термин «жена» в подлиннике – это «иша». Жену в оригинале «иша» и привел к человеку в оригинале «к Адаму». То есть, вот здесь термин «Адам» описывает уже отдельно взятую личность. В данном случае – мужеского пола. Потому очень важно вчитываться, чтобы в каждом случае точно определять, что термин «Адам» описывает. Человека как вид, человека ли как мужчину, человека ли как мужчину и женщину и так далее. Появляется термин «иша» и дальше в 23 стихе написано следующее. «Бытие» 2, 23 говорит «И сказал человек», вот текст «Вайомер Га Адам», то есть «Га» – это артикль, сказал, соответственно, Адам. Адам, тот, кого традиционно в русском языке называют Адамом, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. И вот здесь появляется термин «муж», есть термин «иша», это «жена», «женщина», потому что взята от мужа. Итак, термин «мужчина» и «женщина», они описывают именно теперь уже человеческие существа мужеского пола и женского. Это вот те термины, которые мы встречаем, когда движемся по тексту Священного Писания от самого начала. И таким образом доходим до 3 главы 20 стиха, который, собственно, и вызвал главный вопрос, который мы получили, «Бытие» 3 глава 20 стих. Давайте снова его откроем. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Имя Ева в подлиннике «хава» означает «жизнь», что и, как правило, упоминается в синодальном переводе в сносочке. «Хава» — это «жизнь». И объясняется «Ибо она стала матерью всех живущих». Это понятно. Но вопрос задается следующий. В тот момент, когда Адам называет свою жену этим словом «хава», она еще не мать и тем более не стала матерью всех живущих. В чем в таком случае смысл вот этого заявления Адама? Потому что описывается событие, которое имело место в тот самый день, когда произошел грех, и в тот самый день, когда были обнаружены последствия греха, в тот самый день, когда Всевышний произнес свои слова. То есть нам нужно попытаться увидеть значение вот именно этого действия Адама, когда он называет свою жену Евой еще в Эдемском саду, еще до изгнания из Эдемского сада, увязав это с контекстом. Если посмотреть на то, что идет перед этим, то картина вот какая. Давайте вспомним третью главу, начиная с пятнадцатого стиха. «И вражду положу между тобою и между женою» — эти слова обрещены к змею, «и между семенем твоим и между семенем ее» — оно, семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Этот отрывок мы уже изучали. И теперь сказано жене, сказал, «умножай и умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Адам уже сказал вот это, и дальше «в поте лица твоего будешь есть хлеб» — девятнадцатый стих. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, и во прах ты и в прах возвратишься». Мы находим таким образом, что вот этому правозглашению, когда Адам называет свою жену словом «жизнь», предшествует Божье обетование. Да, будет смерть, да, земля проклята, да, болезни, страдания и вражда и так далее. Но есть обетование о семени жены, который поразит змея в голову. Как мы выяснили во время предыдущего эфира, это обетование об избавителе, о спасителе. Это так называемая прото-евангелие, первая провозглашенная благая весть, что все-таки, несмотря на поселившиеся последствия греха и смерть, все-таки есть жизнь, благодаря семени жены. Жизнь будет возвращена. И поэтому именно так Адам называет свою жену. Таким образом, мы находим, что это провозглашение было ничем иным, как в устах Адама исповеданием веры. Он тем самым принимает, как только Бог завершает свою речь, первое, что говорит Адам, он провозглашает свою веру в то, что в действительности через жену будет рождено вот это семя, обетованный спаситель, который поразит змея в голову. Вот это некоторая информация о том, что Библия рассказывает о терминах, использующихся для обозначения человека, мужчины, женщины, мужского пола, женского пола, что означает Адам, что означает Ева. Если это видео принесло вам пользу, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь с теми, кто вам дорог. Не забудьте также подписаться на канал Центра Духовного Просвещения. Вопросы по тексту Библии можно присылать по электронной почте на адрес вопрос-собака-russiancenters.com Субтитры создавал DimaTorzok